В Македонию за сутки приехало рекордное количество беженцев из Сирии. Вон говорят о 7 тысячах. По данным СМИ, реальные цифры куда больше. В связи с кризисом многие вспоминают слова бывшего лидера Ливии Муамар Каддафи, который обо всем этом предупреждал еще 4 года назад, в 2011. Разрешать конфликты в странах, откуда, собственно, бегут мигранты, никто не собирается, напротив, накаляют ситуацию. Сегодня первый самолет-разведчик Франции совершил полет на цирийской территории о причинах нового переселения народов. Материал Дмитрия Николаева. А теперь слушайте вы, люди из НАТО. Вы бомбите стену, не пропускавшую поток африканской миграции в Европу, стену, тормозившую террористов Аль-Каиды. Этой стеной была Ливия. Вы разрушаете ее. Вы идиоты. За тысячи мигрантов из Африки, за поддержку Аль-Каиды, гореть вам в аду. И так оно будет. Это пророчество Муаммар Каддафи произнес незадолго до того, как его убили. Вскоре мир облетели кадры окровавленного, уже свергнутого, лидера Джамахири, Ливия Пала. А это уже видео из Европы. Десятки тысяч беженцев готовы идти сотни километров пешком и терпеть тяжелейшие условия в лагерях мигрантов в Венгрии. На свой страх и риск плывут на перегруженных лодках к берегам Греции. Количество утонувших давно идет на тысячи. Десятки гибнут, задохнувшись в кузове грузовиков-контрабандистов. Массовый исход не остановить. Германия уже предлагает использовать армию, чтобы перехватывать суда тех, кто нелегально перевозит мигрантов. С октября Евросоюз планирует использовать военных в морских операциях против тех, кто перевозит мигрантов. Министр иностранных дел Штейн Майер выступает за участие Бундесвера. Не так давно с похожей инициативой выступала и глава европейской дипломатии Федерико Маггерини. Говорят, не допустим новых смертей в Средиземном море, а на деле санкционируют применение силы. И еще неизвестно, сколько пассажиров, так называемых мигрантских лодок, погибнет в ходе очередных европейских боевых операций. А когда плоты с нелегалами расстреливали ливийские военные по приказу Каддафи, это называли выпиющим преступлением. Пока еще удается как-то разместить приехавших, даже разработали план, какой стране сколько принимать. Но уже не скрывают, если поток не остановить, Европа захлебнется. И тут уже все средства хороши. Источником проблем называют ИГИЛ. А крайним за неимением Каддафи теперь стал президент Сирии Башар Асад. Люди бегут из-за террористов ИГИЛ. Их цель совпадает с целью Башар Асада – запугать тех, кто мыслит иначе. А вот канал Fox News усмотрел во всем хитрый план России. Россия, как и Иран, пытается укрепить правительство Асада. Поэтому посылает военную технику по морю, по суше, по воздуху. Все ради того, чтобы правительство Асада продолжало военные действия. Продолжало военные действия, а значит и кризис беженцев.